С первого взгляда дом на улице Островского ничем не примечателен. Высокое и красивое строение. Сразу и не поймешь, какая угроза для жителей здесь таится. Почти каждую неделю здесь прорывает канализацию. Во всем доме стоит ужасный запах, который разносится по всем квартирам. Обычно до 6-7 этажа, если по личности пониматься, чувствуется. Георгий Степанович рассказал, что канализацию прорывает последние три года. И на протяжении всего этого времени городские службы не реагируют должным образом. Жильцы дома неоднократно жаловались в различные инстанции. Правда, толку от этого никакого. В сам подвал попасть не так-то просто. Вход в него только через торец дома. Притом с обеих сторон. Но в одном из помещений сантехники обустроили себе комнату отдыха и заперли дверь на ключ, который на руки жильцам не отдают. Они выбрали хорошее помещение, в которое не попадает скопившаяся вода и не доносится запах. А вот с другой стороны дома вход в подвал открыт. Перед нами тот самый злополучный подвал, в котором постоянно прорывает канализацию. Сейчас мы с вами зайдем и узнаем, что там не так. Забыты всеми пылесосы и мешки с мусором. И самое страшное – канализационная труба, которая стоит на двух кирпичах. Неизвестно, кто ее так установил. Запах в подвале стоит ужасный и находиться там долгое время невозможно. Поэтому мы заглянули в подвал через смотровое окно. Вид поражает. Там скопилось достаточно много воды. Из-за смрада даже стоять рядом с домом невозможно. Управляющая компания заявляет, что в частых засорах канализационных труб виноваты сами жильцы. Поэтому с ними старшая по дому проводит постоянные беседы. А в каждом подъезде развешаны специальные памятки. К сожалению, канализационные трубы – это не единственная проблема у жильцов. Силами жильцами дома на условиях софинансирования с управляющей компанией провели строительную экспертизу, которая признала наш дом аварийным. Значит, на основании этого жилищная инспекция предоставила акт о том, что проживание в нашем доме представляет угрозу жизни. Мы эти документы направили в Министерство ТЭК ЖКХ. Значит, оттуда получили мы с просьбой скорректировать сроки капитального ремонта. У нас он запланирован на 1934-й, на 1937-й год. Значит, они нам дали ответ, что с 1934-го года передвинули нас на 1928-й год. Согласно жилищному кодексу, дата капитального ремонта устанавливается, исходя из года постройки дома. Его возвели в 1998-м году. И абсолютно неважно, что фундамент разрушается. Проверяющая компания установила мычки с обратной стороны дома. Там, значит, у нас они все расходятся, говорят о том, что дом разрушается. И даже в квартирах на кухне плиткой выложено, и плитка разрывается. Там говорят о том, что идет осадка дома. Вот, никто на это внимание не обращает. Получается, что жильцам разрушающегося дома остается только ждать 11 лет. Хотя, судя по проведенной экспертизе, дом столько не простоит.